Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. До лета, как говорится, рукой подать. Зачастую определяют погоду по народным предметам. Если сегодня крупные облака движутся с юга на север, это к дождю. А вот каков прогноз синоптиков на сегодня? В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура ночью 4,9, в горах минус 1, плюс 4, а днем 19,24, выше нуля, местами 11,16 со знаком плюс. В Черкесске без существенных осадков ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура ночью 7,9, а днем 21,23 градусов тепла. В преддверии Международного дня защиты детей судебные приставы Карачаево-Черкесии проводят социально-информационную кампанию, направленную на взыскание алиментов с отцов-должников. Эта акция проводится ежегодно и уже стала традиционной. Алименщиков с приставами ловила и наша съемочная группа. Дети – это святое, и их интересы надо свято соблюдать. С такой убежденности работает в Адагихабльском районном отделении управления службы судебных приставов России по Карачаево-Черкесии Альбина Кумукова. Ее направление – взыскание алиментов. Жители района и коллеги уважают ее за ответственность и принципиальность в этом вопросе. Вот и сегодня Альбина в сопровождении коллег из отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов отправилась на поиск безответственных отцов. Большинство из них задолжали своим детям немалые суммы. Этот мужчина рискует лишиться автомобиля, если в скором времени не решит вопрос с выплатой алиментов. Альбина наложила на его машину арест. Изменение места хранения арестованного отисканного имущества, а также любая передача его другим лицам без письменного разрешения судебного пристава исполнителя запрещается. Предупреждаю вас об уголовной ответственности по статье 312 Уголовного кодекса Российской Федерации за расстрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества, подвергнутому описью и аресту, и вверенного вам на хранение. Следующего безответственного папу пришлось ввести в отделение службы судебных приставов. Альбина Кумукова информировала его о сумме задолженности перед собственным ребенком. На сегодняшний день ваша задолженность по исполнительному производству составляет 87 435 рублей. На мужчину составили административный протокол и сопроводили в суд. И уже судья примет решение в отношении его дальнейшей судьбы. Как правило, это обязательные исправительные работы или арест. Но ребенок обязательно получит полагающиеся ему по закону выплаты. Альбина Кумукова всегда работает на результат. Не раз эта девушка защищала интересы и многодетная мама Светланы Мижевой, вернее ее троих детей. Женщина признается, что благодаря оперативности и принципиальности судебного пристава ее дети не остаются без положенной материальной поддержки отца. Работу выполняют приставы на отлично. У меня трое детей. Я получаю алименты. Благодаря им я получаю своевременно. Мои дети не страдают. Не задерживаются у нее алименты. Все хорошо. Лейтенант внутренней службы Альбина Кумукова в органах принудительного исполнения трудится пять лет. За эти годы ее работа не раз была отмечена на самом высоком уровне. Альбина побеждала на профессиональных конкурсах. Вот и недавно девушка была признана лучшей в региональном этапе профессионального конкурса органа принудительного исполнения детям. По итогам второго этапа конкурса она заняла первое место в номинации «Исполнение исполнительных документов по взысканию алиментов». Судебный пристав исполнитель по взысканию алиментов прежде всего должен ответственно относиться к работе и очень четко осознавать, что именно от его действий зависит. В полной ли мере будут защищены права несовершеннолетних детей. Все эти качества Альбины Кумуковой несомненно присущи. В каждой конкретной ситуации она стремится обеспечить своевременность и результативность применения всего комплекса мер, предусмотренного действующим законодательством. Впереди Альбину ждет еще одно серьезное профессиональное испытание – третий и заключительный этап всероссийского конкурса органа принудительного исполнения детям, который совсем скоро состоится в Москве. Пристав исполнитель из Карачаева, Черкесии представит на нем Северокавказский федеральный округ. В Иркутске прошло первенство России по спортивной борьбе «Панкратион». Двое воспитанников республиканской школы смешанных боевых единоборств ММА Ибрагим Мамчуев и Алибек Калмыков стали победителями этого турнира. О том, с кем ребята вышли в финал, об организации соревнований, о борьбе «Панкратион» и куда готовятся сейчас спортсмены, об этом в эти минуты в нашей студии чемпионы и их тренер Вячеслав Яковлев расскажут мои соведущие Белли Джозаевой. Доброе утро всем! Доброе утро, Вячеслав! Я рада вас видеть. Скажите, пожалуйста, с кем вы сегодня пришли? Вот для начала представьте воспитанников. Я пришел со своим воспитанником. Это Мамчуев Ибрагим, победитель первенства России по спортивной борьбе «Панкратион», а также Калмыков Алибек, воспитанник моего коллеги Дмитрия Коробейникова, тоже победитель первенства России по спортивной борьбе «Панкратион» в городе Иркутск. Ну вот мы, наверное, начнем с этого. Они оба победители. Это все-таки Россия, всероссийские соревнования, первенство России, город Иркутск. Вы рассчитывали на такой успех? Вообще готовились к тому, что будут призовые места? Как вообще все прошло? Какая была организация? Какие были соперники? Вот поделитесь впечатлениями. Изначально самым сложным этапом было пройти первенство СКФО, то есть Северо-Кавказского федерального округа. Это очень такие, сказать, плотные соревнования, которые включают все республики наши. И если мы прошли их, то мы, конечно же, надеялись, что на первенстве России не будет настолько сложнее, чем было на первенстве Северо-Кавказского федерального округа. Поэтому мы ехали с надеждой. Мы не могли подвести тех людей, которые за нас болели, которые в это все вкладывали, их родители, тренера, наши спонсоры, наши друзья. Конечно, не было все так просто. Это были перелеты долгие, которые как бы тратили ребят и энергию. И они еще были весогонщиками, то есть придерживались диеты. И все это в комплексе, как бы сказать, внесло свою лепту, конечно, в этот. Ну, они все собрались. Тем не менее, они с честью представили нашу республику. Вы повезли вот этих двух ребят? Да, два человека представили, да. Так, получается, на СКФО тяжелее было, чем на первенстве России? Ну, можно сказать, да. Потому что на СКФО у нас была большая команда. Ну, вот Ибрагим выиграл, а Алибек в упорной борьбе. В финале чуть-чуть уступил бойцу Сеченской республики. Ну, первые, вторые номера едут на первенство России. На первенстве России они уже не оставили никому шансов и выиграли. Ибрагим, я хочу обратиться к тебе и спросить, вот как для тебя эти соревнования прошли? С кем ты вышел в финал? Какие у тебя впечатления? Что запомнилось? Что было сложно? Ну, я заметил, что был очень высокий уровень соревнований. Все очень было дисциплинированно. Мне это очень понравилось. Вот, в финале я встретился с соперником из Каринградской области. Вот, и со счетом 14-0. 14-0? Ну, техническим нокаутом я его выиграл. Вот, это в финале было. А вот как у тебя шла подготовка? Ну, подготовка пошла очень плотно. Это уже мы делали. И садились на диету. И вот, тренировались. Например, вот, тренируешься неделю, в среду можешь пойти в бассейн, в конце недели в футбол поиграть. Вот, очень хорошая подготовка пошла. Алибек, а у тебя кто был соперником в финале? У меня был соперник с Башкир-Тарстана. Я его выиграл со счетом 9-5. Сложная была у вас борьба? Ну, у меня второй бой посложнее был, чем в финал. Второй бой был самым сложным из всех боев. Скажи, как тебя в школе встретили, в родной? Никак не встретили. Только учительница и друг по парте. Поздравили. Но все еще впереди. Ребята, как вы пришли вот в этот вид спорта, панкратион? Чем нравится? Ибрагим, расскажи. Ну, все началось. Я уже 4 года занимаюсь. Ну, все началось вольной борьбе. Потому что на тот момент не очень сильно был развит панкратион. Вот я занимался в один период. И мне захотелось чего-то большее, поинтереснее. Тогда я вот перешел, в общем, в ММА и панкратион. А у тебя как Алибек? Кто себя привел в этот вид спорта? Меня привел дядя в этот вид спорта. У меня после тэквондо. Я ушел с тэквондо. И на следующий день дядя сказал, у меня есть там друг. Я говорю, я выйду вас туда. У меня брат есть старший. Нас вместе повели. И я уже с 10 лет, 5 лет занимаюсь панкратионом. У меня два тренера. Это Жжи Зоудин и Дмитрий Коробейников. Подготовка. Вячеслав, вот хочу у вас спросить. Панкратион – это спортивная борьба? Это восточное единоборство? Чем этот вид спорта отличается от других восточных единоборств? Или он не входит туда? Вы знаете, если предыстория этого вида спорта, он вообще зарождался еще в Древнем Риме, в Колизее, в Панкратион. Я, наверное, скажу, что это предшественник всех видов спорта, потому что там и боевая техника была с мячами, были различные виды, где это была борцовская, ударная техника. Одно время он входил в состав Олимпийских игр, его исключили, там видно по каким-то, наверное, своим этим, что может быть какой-то кровавый или некомпетентный вид спорта. На самом деле это очень хороший вид спорта, который обкатывает ребят, общую физическую подготовку им дает, полностью он в защитной экипировке проводится, то есть минимальное количество травм вообще. Мы надеемся, что его вернут в систему общей Олимпийских игр, а сейчас он входит в состав спортивной борьбы России, куда входит вольная борьба, дзюдо, грепплинг, ну и различные виды спорта. Вот скажите, тут духовное и физическое развитие одинаково идут? Ну, если так говорить, знаете, борцы любят бороться, но они не любят получать, например, удары по лицу. Боксеры, наоборот, любят тактический вид спорта, где больше на руках работает, но не любят бороться. Панкратион, можно сказать, как и в смешанных и наборцах, он тоже дисциплина, он разносторонний. Ты борешься, и ударная техника руками, и боксерская кикбокс, куда включаются тоже ноги. Но разносторонний вид спорта на самом деле, от него можно отталкиваться для занятия более профессиональными видами спорта. Ну вот смотрите, тут система какая, тоже черный пояс и так далее у вас? Нет, нет, здесь присутствуют все регалии, как в других видоспортах. Вот, допустим, возьмем в сравнение вольная борьба. Выиграл там определенное соревнование, календарный план, да, получил мастера спорта. То же самое в Панкратионе. Получил мастера спорта России, заслуженного мастера спорта, мастера спорта международного класса. То есть все регалии на национальном уровне, по всем законам Российской Федерации, по спортивным, то есть присуждаются, почет, все вот на таком уровне. Ребята, хочу вас спросить. Я знаю, Ибрагим, ты учишься в колледже, да, в Аркин-Шахаре? У тебя другая профессиональная деятельность будет. А спорт, это будет как хобби у тебя? Или ты видишь как-то себя и в спорте тоже, вот тренером, допустим, олимпийским чемпионом, скажем так? Ну, знаете, ну как я доучусь, может, хочется и большего, и как-то пойти в профессиональное, хочется и пойти дальше. Ну, и МЧС это хорошо зачитается. Будешь совмещать? Да. Алибек, а у тебя какие мечты? Ты еще школьник, кем ты хочешь стать? Я пойду до 11 класса. После 18 лет я буду уже решать. Ну, как я сказал, Ибрагим, я тоже буду совмещать. И потом буду, наверное, в сферу учебы уходить. Помогает вам этот вид спорта в жизни, в учебе вообще? Ну, в первую очередь, это дисциплина. Ты показываешь свой уровень, например. Ну, и в учебе, конечно, делают пображки учителя, идут навстречу. Ну, в любом случае, спортивный человек, он более дисциплинирован. Да. Вячеслав, куда готовитесь? Дальнейшие наши соревнования, они будут проходить в Адыгее. 20-го числа в Майкопе. А что там будет? Всероссийский турнир. Всероссийский мастерский турнир. Андрухаева называется он. Его проводят в Майкопе ежегодно. Ребята, которые его дважды выиграют, получают звание мастера спорта. Так вот, мы готовимся к ближайшей соревнованиям. Кого повезете? Ну, вот, Альбека тренер собирает команду, я команду своих бойцов. Несколько человек? Да, несколько человек. У нас, получается, сборная Карача Черкесской Республики от школы смешанных виноборств. И мы едем, выступаем. Ну, что ж, я желаю вам новых побед. Вы большие молодцы. Первое место на первенстве России, конечно. Это большой успех. Так держать. И спасибо, что были гостями нашей программы. Спасибо вам за приглашение. Спасибо. Сегодня Международный день музеев. Принято считать, что через музеи общество выражает свое отношение к историко-культурному наследию. И с этим трудно не согласиться. Собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, музеи ведут большую научно-просветительскую и образовательно-воспитательную работу. Из музея в Ильбургане репортаж Альбины Ламковой. И рассказы наших мудрых предков зажгли во мне любовь к родному краю и прошел по жизни с мудростью веков пламенем любви сгорая. До сих пор горю этим пламенем. Физик и астроном по образованию. По призванию хранитель истории и этнографии абазинского народа. Мухаммед Тука вот уже 43 года собирает старинные вещи и пополняет музей необычными экспонатами. Любовь к истории и все, что с ней связано, притягивала Мухаммеда еще в детстве. Он с огромным интересом слушал рассказы старейшин о родном крае и о его людях. Первая находка Мухаммеда Тукова – деревянное крошило. Я еле-еле выпросил это крошило. Она плакала. Это крошило принадлежало свекрови моей свекрови. Крошило было изготовлено в 1830 году. Именно оно и стало поводом для создания историко-этнографического музея. В начале своего пути все экспонаты хранились дома. Затем выделили класс в школе, оставив одно любимое дело – преподавание. Мухаммед Туков занялся другим, не менее любимым. Пополнял музей экспонатами и на специально отведенных занятиях рассказывал школьникам об истории их предков, о том, чем они занимались и как жили. По программе учащихся 5-6 классов имеются возделывание кожи, возделывание шерсти, кузнечная работа и тому подобное. Когда у них такие работы, то есть уроки, заранее предупреждают учителя, я лично провожу эти уроки здесь. О музее в Ульбургане узнали многие. Интерес к любимому делу у Мухаммеда Тукова вырос. Здесь хранитель истории часто принимает гостей. Ко мне очень часто приезжают гости из-за рубежа. В прошлом году, например, с Франции приезжала одна женщина. С началом учебного года, с 16 августа, вы уже являетесь седьмой делегацией, которая посещает мой музей. Ну, конечно, Мухаммеду Шамсудиновичу есть что рассказать и показать. У каждого экспоната свой раздел. Есть даже вещи, которым более 4 тысяч лет, говорит Мухаммед Туков. Многие он сам восстанавливал, вдыхал им новую жизнь. Мухаммед Шамсудинович показал черкесскую башлык, сшитый его мамой. Представил нашему вниманию разные утюги от обычных железных и сделанных из клыка кабана. Показал, как в древности ими пользовались. А самый ценный экспонат в коллекции Мухаммеда Тукова – бронзовый кувшин. Здесь, видите, надписи вокруг имеются. Эти надписи были найдены при раскопке Майкопского города Дищи 4,5 тысячи лет. Здесь у каждого экспоната своя история, рассказывающая о времени и владельцах, жившие в далекие времена. Со стороны обычный коврик для намаза. Но он имеет свою многовековую историю, связанную с болью, тоской и надеждой о возвращении его хозяйки на родину. В середине XIX века, когда на Кавказе шла кровопролитная война, семья Гумжачевых из Аула Бибердовых на Нербурган эмигрировала в Турцию, затем оказалась в Сирии и потом в Иордании. Перед смертью самая старшая рода завещала своим детям передать коврик на историческую родину. Последнее желание бабушки исполнил внук. И такой удивительной историей обладает каждый экспонат этнографического музея абазинского народа. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Абазинский район. Далее телевизионный эфир на телеканале Россия продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите Вести Карачаева, Черкесия с Аллой Динаевой. Удачного всем дня и встретимся завтра.